Привет! На сегодняшнем занятии мы будем изучать массивы. Это такие штуки, которые позволяют хранить последовательность чисел. Я уверен, вам их не хватало при решении задач предыдущего занятия. А начнем мы изучение с нового типа цикла for. Вспомним задачку с прошлого занятия про вывод всех чисел от 1 до 100. Зайдем переменную, которая вначале равна 1, цикл while до тех пор, пока она меньше либо равна 100. На каждом шаге будем ее печатать и увеличивать текущее значение на единицу. Смотрим, что мы не забыли, как это делается. Выводится. Программисты — люди ленивые, поэтому стараются печатать как можно меньше букв. Ну и придумали себе новый цикл for, в котором можно делать такие штуки. Перебор всех значений от какого-то до какого-то. Легко и просто. Как это делается? Вначале пишется то, что у нас стоит перед while. Вот оно. Переменные мы можем заводить прямо в for, они будут видны только в этом блоке. То есть от фигурной скобочки открывающей до фигурной скобочки закрывающей. Значит, следующее for — это условия, до каких пор он работает. То же самое, что в while. И что делать на каждом шаге? Это последняя команда, которая была у нас внутри while. Фигурные скобочки. И остается только напечатать очередное значение. Убираем, смотрим, что мы ничего не сломали. Выводит. Отлично. Теперь будем убирать опять лишние буковки. Операция прибавить что-то к текущему значению переменной очень часто возникает в программировании. Ну и для нее опять же придумали способ сэкономить количество символов. Вместо i равно i плюс 1 можно написать i плюс равно 1. Операция плюс равно — это прибавить к текущему значению то, что находится справа. В нашем случае это просто единичка. Вообще говоря, здесь могло быть сложное какое-то арифметическое выражение. Есть операция «минус равно вычесть», «множить равно разделить равно», «остаток отделения равно». Ну, я думаю, понятно, что они делают. Поскольку прибавлять единичку нужно очень часто, то для этого придумали еще более короткую запись и «плюс плюс», что означает прибавить к текущему значению переменной i единицу. По аналогии с ней есть операция «минус минус» — «вычесть единицу из текущего значения». Посмотрим, что в результате всего этого удаления лишних символов у нас ничего не сломалось. Да, не сломалось. И теперь можем переходить к следующей части. Теперь научимся работать с массивами. В C++ есть несколько типов массивов. Один из них — это вектор. Вектор — это не палочка со стрелочкой, а набор чисел, например, или каких-то объектов, занумерованных. Это слово пришло к нам из математики и используется в C++ в аналогичном смысле. Для того чтобы вектор работал, нужно подключить библиотеку соответствующую. Теперь можем им пользоваться. Сразу на примере задачи. Пусть нам нужно считать n чисел, последовательность, и вывести ее заданно наперед. Завидем переменную n, считаем. Теперь нам нужно создать вектор. Как это делается? Пишем слово вектор и в треугольных скобочках значки меньше-больше тип переменных, которые будут в нем лежать. У нас целые числа. Зовем его a. Что такое вектор? Если переменная у нас — это коробочка, в которую мы можем класть числа, то вектор — это набор коробочек, у которых есть одинаковое имя, то есть весь этот набор называется каким-то именем, и у каждой коробочки есть ее порядковый номер — 0, 1 и так далее. Вот этот номер называется индексом, элементом в массиве. Сейчас мы создаем вектор длины n. Для этого нужно в круглых скобочках после его имени написать арифметическое выражение, количество элементов, которые мы хотим создать. Теперь нужно считать его. Вот у нас есть готовый цикл for, воспользуемся им. Читать мы будем начинать с нуля до тех пор, пока i меньше n, то есть у нас элементы в векторе, если в нем их n штук, то они нумеруются от 0 до n-1. Ну, собственно, наш счетчик будет принимать именно такие значения. И на каждом шаге мы будем считывать очередной элемент a и t. Номер элемента пишется в квадратных скобочках после имени вектора. Там может быть любое арифметическое выражение, но у нас все просто одна переменная. В задачах на обработку массивов есть три логические части. Это считывание, обработка и вывод. Но в нашей задаче обработка и вывод будет совмещена, потому что на самом деле мы никакую обработку делать не будем. Мы просто выведем все значения, которые там записаны, в обратном порядке. Чтобы не запутаться, будем писать комментарии. Вот это у нас здесь началось считывание, а здесь обработка и вывод. А как мы будем вводить? Заду наперед, опять же с помощью for. Считать мы начинаем с n-1, это номер последнего элемента. Продолжаем это до тех пор, пока i больше либо равно 0. На каждом шаге делаем i минус минус. Уменьшаем текущее значение на единицу. Остается только напечатать a и t и разделить их пробелами. Запустим. Что-то не работает. Странная ошибка, запустим еще раз. Пусть у нас есть пять элементов, но 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, развернулось. Посмотрим еще одну похожую задачу. Пусть нам опять же задана последовательность чисел, но нам нужно выбрать из нее только положительные числа и вывести их заданно вперед. Чем отличается эта задача? Допустим, мы можем как поступить? Запомнить всю последовательность, идти заданно вперед и выводить только положительные числа. А можем поступить по-другому, запоминать только положительные. Так и сделаем. Есть прикольная штука. Можно создать вектор с заранее неизвестным количеством элементов. Ну, то есть, что это значит? Мы взяли бумажку, написали название вектора, а вот эта последовательность коробочек у нас еще не построена. Нет коробочек. А добавлять мы их будем по мере необходимости. На этапе считывания мы будем читать все во временную переменную. Смотреть, если ее значение больше нуля, то ее нужно добавить в последовательность. Добавить можно с помощью операции pushback. Это метод. То есть, мы пишем имя вектора, точка, pushback. Вообще говоря, это почти то же самое, что функция. Можно просто запомнить. Значит, мы делаем pushback вот этой считанной переменной. То есть, теперь у нас в нашем векторе будут храниться только положительные числа. Сколько их? Теперь мы хотим вывести заданно наперед, но вот так работать не будет. Почему? Потому что мы здесь раньше выводили от n-1. А теперь положительные числа могут быть не все, и их может стать меньше. Для этого тоже есть классный способ, а именно метод size для вектора, который говорит нам, сколько элементов содержится в векторе. Проверим. Пусть у нас пять чисел, ну и как-то в перемешку положительные и отрицательные. Отлично, выводят только положительные. Значит, что полезного в этой программе? Это pushback, добавление в конец, и size, определение размера вектора. Посмотрим еще одну более сложную задачу. Пусть у нас есть группа детей, которая пришла в музей смотреть на картину, но кто-то очень низкий и ему не видно из-за спин других. Что нужно сделать? Нужно взять его и поставить вперед. Более формальную задачу можно сформулировать так. У нас есть последовательность чисел, нужно найти минимум в ней и поменять местами. Начальный элемент и минимальный. Возьмем наработки с прошлой задачи. Считывание оставим как было, уберем лишнее. В чем заключается обработка массива? Мы будем искать номер минимального элемента. Вначале он равен нулю. А потом мы будем ходить по всему нашему вектору. И если мы встретим какой-то элемент меньше нашего, то сделаем замену. Итак, вот проход. Если а и т, текущий элемент, куда мы смотрим сейчас, меньше, чем а nummin, чем то, что у нас было раньше. Что делаем в этой ситуации? Меняем nummin на текущее значение. Итак, теперь мы знаем номер минимального элемента. Нужно обменять элемент с индексом 0 с этим элементом. Как это делается? Я покажу на примере. Пусть у меня есть два маркера в руках. Я хочу поменять их местами. Но руки у меня кривые, я не могу взять два маркера одновременно. Как я буду это делать? Я положу один маркер на стол. Потом приложу маркер из одной руки в другую. И, наконец, возьму в свободную руку маркер с стола. Все, они поменялись. Ровно это мы и напишем. Нам понадобится переменная, которая будет обозначать стол. Мы назовем ее temp, temporary, временная. Три действия. Первое. Взять из левой руки и положить на стол. Темп равно а нулевое. На стол кладем из левой руки. Что мы делали дальше? В левую руку брали то, что лежит в правой. А нулевое равно а нулевое. И, наконец, в правую руку брали то, что лежит на столе. Все, значения поменялись местами. Мы сделали обработку. Теперь перейдем к выводу. Здесь я покажу еще одну прикольную штуку. Опять же, родившуюся от программистской лени. Правда, в 2011 году, так что вообще свежачок. Есть еще одна запись цикла for. Еще меньше букв. Сейчас я покажу, а потом объясню. Вот так. auto now двоеточие a. Что это означает? auto это тип переменной. Поскольку у нас вектор состоит из int, то автоматически переменная now будет создаваться типа int. двоеточие a означает поочередно перебрать все элементы, которые лежат в векторе a. То есть на место now будут подставляться поочередно все элементы. Мы можем печатать now, пробельчик и все. Вот такой короткий красивый вывод. Запустим и посмотрим. Пусть у нас было несколько человек. Они стояли как попало. И вот самый низенький оказался впереди. Отлично, с этим мы справились. Теперь сделаем сложную штуку. Пусть у нас самый низенький оказался впереди, очень обрадовался, что он видит картину, и теперь все захотели встать так, чтобы всем было удобно. То есть люди стали упорядочены по росту. Сначала самые низкие, а потом самые высокие. Как это сделать? Мы умеем ставить на место одного человека. Самого низкого. Вот он встал, и у нас все остальные люди тоже хотят встать так же. Что мы можем сделать? Мы можем повторить эту операцию для всех, кроме самого первого человека. А потом для всех, кроме первых двух, кроме первых трех и так далее. В итоге окажется, что наш массив стал упорядоченным. Сделать это очень легко. Нужно поправить только обработку. Значит, как мы это будем делать? Если у нас всего n человек, то нам нужно, вообще говоря, n или n-1 раз повторять эту операцию. Взять самого маленького и поставить начало. Сделаем еще один цикл, который просто будет делать эти шаги. Значит, g. Что означает g? Сколько человек уже стоит как нужно? Сначала у нас стоит 0 человек. Собственно, g у нас начинает считаться с нуля. Что нужно делать на каждом шаге? В качестве номера минимального человека мы будем запоминать g. То есть из этого неупорядоченного хвоста будем брать самого первого человека. И искать того, кто ниже его, будем тоже начиная с места g. Итак, в общем-то все. Что происходит, значит, у нас? g – количество людей, которые уже стоят как нужно. nummin – номер самого низкого человека. Вначале равен g. Тех, кто уже стоит как надо, мы не трогаем. И вот этот цикл, который у нас был, предназначен для того, чтобы найти кого-нибудь, кто ниже из тех, кто стоят дальше от картины. Еще одна замена. Здесь мы меняли раньше нулевой элемент, теперь мы меняем житым элементом на каждом шаге. Посмотрим, что у нас получилось. Пусть наши люди стояли как-то. И после выполнения нашей программы стали стоять правильно. Та штука, которую мы написали, называется сортировка выбором, причем выбором минимума. Мы каждый раз из оставшейся части выбираем минимальный элемент и ставим его в начало. Когда мы повторяем эти операции n раз, то все n элементов оказываются на своих местах. Как видите, программа у нас получилась уже довольно большая. Комментарии мы пишем только к блокам, чтобы было удобней находить то место, где мы там ошиблись, или если нужно что-то исправить для решения другой задачи. Если вам сложно запомнить пока что, где что происходит, ну, например, вот здесь обмен элементов, да, мы можем взять и написать обмен элементов. И все, будем смотреть и сразу вспоминать, что же мы такое сделали, и запутаться будет гораздо сложнее. Во всех сегодняшних задачах я советую вам разбивать решения на три вот таких блока – считывание, обработка и вывод. Тогда запутаться будет сложнее, а решать задачки будет просто и приятно. На следующем занятии мы с вами научимся работать с таблицами, двумерными массивами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok